Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране продолжает оставаться на высоком уровне. Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья – это вакцинация. В Кашхабрском районе прививки от коронавируса получили уже более 50 человек. Помимо прививочного кабинета ЦРБ, где все желающие имеют возможность бесплатно привиться от COVID-19, в районе развернут еще один дополнительный пункт, который находится на базе Натырбовского фельдшерско-акушерского пункта. Данный пункт выбран не случайно ввиду его географического расположения, позволяющего посетить его жителям других поселений района. Сегодня мы встретились с исполняющим обязанности заведующего ФАПа села Натырбова Олега Михеева, который подробно рассказал нам о ходе прививочной кампании и о вакцинации в целом. На первом этапе были привиты те пациенты, ну прямо скажу, это жильцы Стародома, которым, конечно, эта прививка особенно показана, как защита от коронавируса, в силу того, что возраст, в силу того, что они ослаблены. И поэтому те пациенты, те жители Стародома, кому она была не противопоказана, и на момент прививки не было у них каких-то побочных действий и так далее, которые бы мешали им вакцинироваться. Они были привиты. И можно сказать, что на сегодняшний день, что прививку первого этапа перенесления очень хорошо, без постфакциональных осложнений, даже легких. Ни у кого не было даже регистрированной температурной реакции. И на основании фактически этого факта мы теперь говорим, показываем людям, что прививка действительно она безопасна, что того, о чем они переживают, чего они боятся, что будут какие-то сложности именно после вакцины, что эти проблемы все надуманные, и это ажиотаж все лишний и абсолютно ненужный, что прививка она надежная и работает. И вот, кого прививают от коронавируса в первую очередь, а кого не будут, но кому противопоказана прививка? Ну, сразу скажу, что прививка сразу, можно сказать, противопоказана беременным женщинам, кормящим женщинам, лицам до 18 лет и лицам, имеющим обострение хронических заболеваний на момент прививки. Также он к пациентам. На данный момент пока еще исследования идут, поэтому эта группа, она относится к ней особенно бережно, ее берегут, да, и поэтому как бы эти вот исследования еще подходят, еще на подходе, поэтому пока на данный момент, на сегодняшний день их не прививают. Всем остальным она показана, и, конечно же, в первую очередь как раз она показана тем лицам, которые имеют какие-то хронические заболевания. Именно эти лица, кстати, к слову сказать, маленько стараются использовать и манипулировать из-за страха просто, который вот вызван, да, теми вот неправильными информацией, подачей каким-то. И они говорят, я же хронически же больной пациентом, мне нельзя. Нет, конечно, можно. Два, наоборот, это показано даже. Три, потому что если придет пациенту, страдающему от хронических заболеваний, именно коронавирус, то пациенту именно с коронавирусом будет очень тяжело, будет очень плохо. Поэтому именно в первую очередь людям с хроническими заболеваниями вне обострений прививку эту, конечно, нужно делать. А как называется вообще вакцина? Что она собой представляет? Спутник ВИК называют его, да. Она представляет собой кусочки молекул, так скажем так, коронавируса, посаженный на безопасный, ну, это прямо скажу, аденовирус, да, но человек, он является уносителем данного вируса и в болезненной форме он его не переносит. Даже, как бы, у некоторых они носят его постоянно. Но кто, если даже и инфицируется данным вот вирусом, то никаких каких-то сложностей в плане с заболеваниями тяжелых форм, и даже среднего тяжелого течения, у них не происходит. Поэтому это безопасный носитель этих кусочков опасного коронавируса. Так, следующий вопрос. Побочные реакции какие-то? Побочные реакции. Из выявленных побочных реакций на сегодняшний день можно отметить только гриппоподобный синдром. То есть это температура, может, заложенность будет носоглотки, носа, небольшая. Но, опять-таки, эти вещи все происходят кратковременно, в течение одного тире, максимум, как правило Капказа тоже опыт, который эта прививка имеет, трех дней. Ну, конечно, это несравнимо с тем, как болеет человек, когда инфицируется и болеет потом коронавирусом. Вот, прежде чем человеку же надо подготовиться, какие процедуры он должен уходить? Подготовка, она не такая, чтобы сказать, сложная, но самый главный пункт в этой подготовке, в этой процедуре, это осмотр терапевта. В день прививки, чтобы терапевт осмотрел, и действительно, в случае, если, может быть, он увидит какие-то противопоказания, которые даже человек может сам не догадываться, то он тогда дал ему метод отвод. Ну, это самое важное. Все, когда особенно специально, ну, конечно, пациент должен понимать, если он чем-то болел, то принести какие-то документы, чтобы быть готов вот в этом плане, да, чтобы принести, чтобы терапевту, он был, что называется, зрячим, чтобы понимал, с кем имеет дело, и с кем он с заболеваниями хроническими, в данном случае, имеет дело. И вот последний вопрос. Как проходит процедура вакцинации? Да, два этапа, два этапа. Они разделены промежутком 21 день, 3 недели. То есть, делается первая прививка первым компонентом, последующая, вторая прививка делается на 21 день после первого дня прививки. Первый день прививки не считается, вот очистится 21 день, и производится прививка, иммунизация вторым компонентом. Что касается оснащенности и подготовленности данного учреждения к вакцинации, при поддержке администрации района были закуплены три морозильные камеры, где будет храниться вакцина. Медперсонал прошел необходимое обучение и полностью готов к выполнению своих обязанностей. Да и, как отмечает главный врач центральной районной больницы, здесь трудятся квалифицированные медработники. В морозилке уже ждут вакцин, они подключены, работают, тока вакцина поступает, они сразу поступают. По правилам холодного цикла поступают сразу в морозилки. И они будут ждать уже своих пациентов. В амбулатории у нас, например, все готово к тому, что если даже вдруг и появятся какие-то сложные постфакцинальные реакции, анафилактический шок, не дай бог, конечно, это тяжело, это будут реакции очень, или прочие какие-то сложности, то у нас тоже у нас все готово, есть противошоковая укладка. И мы готовы, мы готовы к любым сложностям, которые возникнут, не дай бог, конечно, может возникнуть после прививки. Но я повторюсь, на сегодняшний день сильных анафилактических реакций и таких вот сильных сложностей постфакцинальных именно у этой прививки не зарегистрировано. В завершении нашей встречи руководитель медучреждения обратился к гражданам. К слову сказать, так хорошо сохраняется медицинская тайна, что многие люди, которые занимаются своими делами обычными, они даже порой не понимают, что такое коронавирус, в силу того, что они не видят этих пациентов здесь в жизни. Часто с ними не сталкиваются. И так, может быть, краем уха это слышали, где-то видели, или соседа забрали в другую больницу, но опять-таки его рядом с ним нет. И информации у людей о том, что насколько это переносит, это тяжело и плохо нет. Поэтому обращение, в первую очередь, если есть возможность поговорить, особенно это относится, конечно, к тем людям, которые на сегодняшний день боятся. Как человек, практикующий, сталкивающийся с пациентами и подобными, каждый день я хочу сказать, что таких пациентов, конечно, очень много, людей таких, то есть очень много, которые очень переживают, что что-то к ним внесется, какая-то неправильная химия, они потом будут иметь там побочные действия какие-то сложные, и что это им повредит. Это неправильно. Вы поговорите с теми, кто перенес, кто лежал в стационаре, кто переболел, насколько это тяжело, и что все эти люди говорят, только пройдет полгода, мы обязательно сделаем эту прививку, чтобы, не дай бог, как говорится, пережить что-то подобное вот опять. Очень, как бы, неправильно было бы, что называется, родить за плохое дело, да. Вот оно плохое, доктор что-то, или медицина в целом что-то укрывает, лишь бы для галочки, лишь бы сделать, лишь бы для мира там отчитаться и так далее, и так далее. Это было бы неправильно с точки зрения даже моральной. Но доктору, ну, лично мне, я говорю про себя в данной ситуации, мне очень просто это делать, потому что на фактах видно, что прививка безопасная, что она не вредная, это как минимум в плане побочных действий, именно послевакциональных. И родить за доброе, за нужное, не опасное, полезное и помогающее ему, и помогающее дело человеку не заболеть чем-то плохим, и очень опасным, смертельно опасным. Это очень приятно, и я делаю это с уверенностью, с уверенностью своим пациентам это говорю, что бояться ничего не надо. Да, в данной ситуации мы уже имеем непроверенные вещи. На сегодняшний день сделано более 2 миллионов доз этой вакцины. Ничего страшного с людьми, с теми 2 миллионами человек не произошло. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев, новости Кашхабльского района. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев, новости Кашхабльского района. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев, новости Кашхабльского района.